аллилуйя приветствую вас дорогие братья и сестры благодарение богу из эта замечательная возможность когда каждый из нас может прийти прославить бога прибыть с ним в общении наполнится его словом наполнится его святым духом вы знаете мне бывает очень приятно видеть когда церковь божия собирается вместе и ждет действительно это приятно смотреть когда церковь собралась еще 10 часов нету но люди пришли люди расстелись на свои места и уже даже разговоры всякие прекращаются да и уже люди готовятся чтобы услышать божье слово слава богу за это замечательная возможность потому что когда был карантин у нас не было такой возможности мы все сидели дома за экранами наших телефонов телевизоров и смотрели служения то ли дело когда мы общаемся вместе с друг дружкой слава господу за его церковь за этих замечательных людей за нас какие же мы замечательные люди да в господи слава господу вы знаете брать сестры богослужение это когда бог служит нам а как нам служит бог бог благословляет нас и говорит нам слово представляете все что нам нужно от бога это его словно это слово которое хочет сказать нам господь и сегодня замечательная возможность бог будет говорить свое слово готовы ли мы способны ли мы услышать это божье слово смотрите что написано в книге исайя 6 главе будем читать 10 стих и огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышат и очи свои замкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не уразумеют сердце и не обратятся чтобы я исцелил их братья и сестры оказывается чтобы услышать божье слово нужно мягкое сердце представляете вчера у меня разговор был с одним человеком он всю жизнь ходит рядом с господом и он не знаете чтобы я ничего не понимаю я ничего не чувствую мне кажется в этом нет никакого смысла для чего нужна вера для чего нужен бог он ничего не понимает и тогда ему сказал знаешь брат нужно что бог проговорил тебе в сердце потому что по моему сердце огрубевшие и она ничего не слышит и она ничего не понимает как жалко но братья и сестры бог хочет проговорить к нам бог хочет чтобы мы услышали давайте заглянем свое сердце готова ли наше сердце слушать божье слово божье слово знаете это не голос с небес как непонятно откуда говорящий граммофон нет но божье слово когда бог обращается к нам он говорит к нам через проповедников через служителей на ячейках в общении духовном бог говорит к нам способны ли наше сердце слушать его братья и сестры божье слово она очень замечательная но скажу вам еще кое-что вы знаете мало слушать божье слово вы знаете кто очень хорошо знает божье слово сатана потому что когда он пришел искушать иисуса христа он говорил местами священного писания сатана даже знает божье слово представляете но дело в том что нужно просить господа чтобы он послал нам слова для чего и на первый взгляд кажется знаете смешно да зачем мы сегодня сюда пришли чтобы получить слово и кто скажет как однажды я освидетельствовал одному человеку и он начал издеваться надо мной он начал шутить и дать ему что ли собираетесь там слово какое-то слушайте но братья и сестры смотрите что написано в книге и сая 55 глава 11 стих так и слово моё которое исходит из уст моих а но не возвращается ко мне тщетным но исполняет то что мне угодно и совершает то для чего я послал его братья и сестры для того чтобы слова попала к вам сердцем нужно чтоб бог послал его представляете хотите получить сегодня слово давайте тогда молись господа чтобы он послал нам слова слова которое попадет наше сердце слово которое растворится в нашем сердце слово которое поможет нам слово которую крепит на Слово Божие, которое вдохновит нас, Слово Божие, которое разломает все твердыни в нашем сердце, Слово Божие, которое сделает наше сердце мягким, чтобы слышать Его голос. Смотрите, какое замечательное Божие Слово. Надо, чтобы Бог послал Его Слово нам в сердце. Потому что если Бог не пошлет Слово, то наше сердце не сможет понять, наше сердце не сможет услышать. Я помню, как я приходил на служение Сколько времени, я ничего не слышал Потому что Бог не посылал сердце Потому что Бог не посылал мне слово Но в один прекрасный момент Бог послал мне слово в сердце И сегодня тот день Когда Бог может послать слово в твое сердце И оно войдет в твое сердце И оно разделит И оно разломает все твердыни И это слово, оно поможет тебе Оно вдохновит тебя Такой наш Господь Поэтому давайте сейчас встанем на ноги Попросим у Бога одного Чтобы Он послал нам слово Которое бы вошло в наше сердце Слава тебе наш Господь Мы благодарим тебя за сегодняшний день И сегодня богослужение Ты будешь служить нам Господь Мы просим тебя, как дети твои Которые собрались на этом месте Пошли нам слово Пусть твое слово сейчас вселяется в наши сердца Пусть твое слово сейчас Господь помогает нам Господь, мы молимся и просим Ради тебя мы пришли на это место Чтобы получить слово от тебя Господь Пошли слово свое Во имя Иисуса И сейчас будем славить тебя Господь Петь тебе и поклоняться Боже Прославлять твое имя, потому что ты достоин Тебе за все слава и честь и хвала Великий святой наш Бог Отец и Сын и Дух Святой Аминь Дорогие друзья Время прославить нашего Господа Не будем упускать этой возможности Давайте все вместе откроем наши сердца И воздадим Ему славу и хвалу Потому что Он один Есть Бог и Господь на небе и на земле И Он один достоин и славы и хвалы Ой, Господу, вся земля О спасении Его говорит Его чудеса и слава Возвещаются по всей земле Господь велик Силой и могуществом Ликуй, ликуй Ибо Господь царствует Бой, Господь, вся земля О спасении Его говорит Его чудеса и слава Возвещаются по всей земле Возвещаются по всей земле Господь велик Силой и могуществом Ликуй, ликуй Ибо Господь царствует Будет праздновать День спасения Слово и песни на устах Бог нас воскресил Бог нас посадил Во Христе на небесах Будем славить Господа в наших сердцах Будем славить С новой песней на устах Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, 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 Будем славить Господа в наших сердцах, Будем славить с новой песней на устах! Аллилуйя, 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 Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Кто был распят и воскрес, Тот, кто воскрес и живет непрестанно, Буду славить имя Твое. Можно ли жить, можно ли дышать, Если нет в сердце Тебя? Можно ли еще кого прославлять, Ведь ты тот, кто жизнь даровал. Кто был распят и воскрес, Тот, кто воскрес и живет непрестанно, Буду славить имя Твое. Кто был распят и воскрес, Тот, кто воскрес и живет непрестанно, Буду славить имя Твое. Ты вечный смерть, Ты вечная жизнь, Бог всемогущий, великий. Ты есть любовь, славный Господь, Дающий нам милость свою. Кто был распят и воскрес, Тот, кто воскрес и живет непрестанно, Буду славить имя Твое. Непрестанно буду славить имя Твое. Непрестанно буду славить имя Твое. Непрестанно буду славить имя Твое. Непрестанно. Слава Тебе, наш Господь, мне пристанно буду славить Тебя, Господь, И поклоняйся Тебе, нашему Богу. Аллилуйя! Спасибо Тебе за то, что Ты наш Бог! Спасибо Тебе за то, что открылся нам Господь. Спасибо Тебе за все, Господь, что Ты делаешь для нас. Благодарим и славим Твое имя наш Иисус Тебе за все слава и честь и хвала Отец и Сын и Дух Святой Аминь Братья и сестры, давайте помолимся наших детей Детки пускай выходят на сцену Там посидите меня Кто может входить, кто выходит Кто не может входить, вытаскивайте А я даже не поместился Давайте выходим Помолимся наших детей Слава Тебе Господь Мы благодарим Тебя за наши цвета, которых Ты нам дал Благослови их, пожалуйста Сейчас они будут слушать Слово Твое И пусть Твой Святой Дух Господь наполняет их Мы молимся и благословляем наших детей Молимся за них сейчас Во имя Иисуса Христа Тебе за все слава и честь и хвала Отец и Сын и Дух Святой Аминь Присаживайтесь, братья Слава Господу за этот день Слава Иисусу Христу Аминь Благодарение Богу Давайте откроем книгу Бытие Третью главу Сегодняшняя тема Пробуйте назвать так Не делайте себе иных богов И будем все разбирать Можем ли мы делать иных богов И возможно ли это Для нас, христиан Бытие, третья глава Пятый стих Но знает Бог, что в тот день В который вы вкусите их Откроются глаза ваши И вы будете как боги Знающие добро И зло Бытие, третья глава 22 стих И сказал Господь Бог Вот Адам Стал как один из нас Зная добро И зло И теперь как бы не простер Он руки своей И не взял так же от дерева жизни И не вкушал И не стал жить Вечно Очень интересное местописание Что здесь нам хочет сказать Слово Божие Если взять это местописание Вот 22 стих Слова самого Господа Господь сказал Адам стал Как один из нас Зная добро и зло Кто такой Бог Бог это тот Кто определяет добро и зло Если человек определяет Сам Добро и зло Что такое добро И что такое зло Он является Богом Но возможно ли это И Бог сам сказал Что тот кто определяет Что такое добро И что такое зло тот является Богом. Тот, кто определяет сам, что такое добро и зло, тот есть Бог или Божество. А возможно ли это? Хорошо. Но Бог знает, что нет иных Богов, кроме одного Бога. Давайте откроем книгу Исход на минуточку, четвертую главу. Книга Исход, глава четвертая. Книга Исход. Нет, перепутай. Извиняюсь, простите. Сейчас. Книга Второзакония, четвертая глава. Книга Второзакония, четвертая глава. Триста-пятый стих. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог и нет еще, кроме Его. В тридцать пятом стихе так написано. Аллилуйя. В тридцать девятом стихе. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небо вверху и на земле внизу и нет еще, кроме Него. Хорошо. Одно месяц он говорит, что нет Господу Бога, кроме Него. А здесь говорит, что Адам стал один из нас, зная добро и зло. То есть он стал Богом, зная уже добро и зло. Что здесь? Есть ли здесь противоречия? Противоречия нет. Это иной Бог, которого Бог определил. Сказал, что Адам стал один из нас. Он хотел сказать, что Адам решил быть сам для себя Богом. Определять свою жизнь, свою судьбу и свои решения. Независимо от того Бога, который его сотворил. Иной Бог, это не тот Бог, который есть Господь Бог на земле. Это иной Бог. Это мое собственное решение, мое собственное понимание жизни, мое собственное определение моей судьбы, моих дальнейших шагов в жизни. То есть я решаю сам. Независимо от Бога. И это произошло с Адамом. И дьявол через змея в пятом стихе говорит в третьей главе. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, то есть от дерева познание добра и зла, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Первый стих, в третьей главе, где написано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Я смотрел в оригинале, это слово «хитрый». Это слово «благоразумный». То есть змей был благоразумный всех полевых зверей, которых создал Бог. Это слово можно найти в притче в 23 главе, в третьем стихе. Благоразумный видит беду и укрывается. Они опытно идут вперед и наказываются. Вот слово «хитрый» в оригинале на иврите, древнееверский язык, это благоразумный и умный. То есть змей был умнее всех полевых зверей, которые создал Господь Бог. И этот умный змей приходит к Еве, предлагает ей решение жизни. Он предлагает им иной путь. Почему змей это сделал? Потому что сатана вошел в змея и змей допустил сатане через него что-то искусить Еву и Адама. То есть что мы здесь видим? Смотри, что он говорит. «Но Бог знает, но знает Бог, что в тем, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете как боги, знающие добро и зло». А что происходило до этого времени? До этого времени Адам не знал ни добра, ни зла. Он знал только Бога своего. Кто определяет, что такое добро и что такое зло? Только Господь Бог. Когда мы определяем, что такое добро и что такое зло, мы становимся Богом, независимым, маленьким Богом, независимым от того Господа Бога, который нас создал. И вот Бог здесь говорит, что Адам стал как один из нас, зная добро и зло. То есть он нарушил запрет, он перешагнул ту чьё-то линию и он стал независимым от нас. И давайте, он говорит дальше следует, и теперь как бы не просил руки свои и не взял так же дерево жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Почему Бог не позволил ему вкусить дерево жизни? Потому что если бы Адам вкусил бы дерево жизни, он стал бы вечным Богом, независимым от Бога живого. И решение искупления не состояло для его души. Понимаете? И в 23-м стихе Господь говорит, «И выслал его Господь Бог из сада Адемского, чтобы возделать землю, из которой он взял». То есть уже, когда человек решил стать независимым от Бога, он был лишен присутствия Бога. Он был отсоединен от того, который давал ему жизнь, благословлял, питал, защищал и кормил. И вот в 24-м стихе «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Адемского хирургима, и пламенный меч обращаясь, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть, путь к дереву жизни. Дерево жизни – это есть Иисус Христос. Аллилуйя! Путь был закрыт для вечной жизни. Почему? Потому что Адам решил быть Богом, самостоятельным, независимым, решать свою жизнь, решать свою судьбу. И поэтому доступ к дереву жизни был закрыт. И там стоял хирургим отеляющий. И до потопа этот Адамский сад был закрыт. И после потопа он был просто взят. То есть, во время Адамского сада он был взят. Что такое Адамский сад? Это прообраз присутствия Бога. Место наслаждения, место удовлетворения. Когда человек решил быть для себя Богом, независимым, не познать того, кто его создал, он лишился наслаждения жизни. Он лишился радости, он лишился покоя мира и начал стать источником покоя мира, кроме Господа Бога. Чтобы носить свою душу. Понимаете? И вот здесь мы видим, что исход 20 главе Господь дает такую заповедь. Исход 20 глава с первого стиха. И изрек Бог все слова сии, говоря, Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома в рабство. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Значит, другие боги есть? Или нет? Будем говорить дальше. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывавший детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих в заповеди Мои. Какую заповедил Господь? Да не будет у тебя никаких богов перед лицом Моим. Интересно. Бытие третьего говорит, что Бог говорит, что Адам стал как один из нас зная добро и зло. Змей сказал, что Бог знает, что вы будете богами, вы будете как боги знаешь добро и зло. И здесь Господь говорит, что да не будет у тебя, народ Мой, никаких других богов. Интересно. Второе Калининфирм, 11 глава, в Моум Завете, третьем стихе. Павел пишет в Калининфире, в церкви, но боюсь, чтобы как змей хитрости своею пристил Ему, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Опять мы возвращаем, опять этот змей по его Завете. И здесь Павел говорит, что я переживаю за вас, потому что я вас обручил как деву, единому мужу, кому Иисусу Христу, как невесту для Иисуса Христа, но я переживаю, я беспокоюсь за вас, чтобы как змей своей мудростью, своим умным мышлением, как уклонил Еву от истинного Бога, как и вы не были уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Другими словами, Павел говорит, что я молюсь, переживаю за вас, чтобы ваши умы не уклонились за другим умом, чтобы ваши умы не повредились, не оскорбились другим умом. Мы знаем, что в другом месте написано, что мы имеем разум Христов, то есть есть один ум, есть один разум, это Божий разум, это преимуще всех умов и разума. И разум Христов открывает нам и дает нам познание того Бога, который нас создал и сотворил. Только Господь знает, что такое добро и что такое зло. Мы не можем определить, что такое добро и зло сам по себе. Когда мы это делаем, мы становимся богами своей жизни. Когда мы становимся независимы от Господа. И вот здесь Павел говорит, что как этот змей своей мудростью, умом обостил, престил, обманул Еву, я не хочу, чтобы вы тоже были обмануты, обольщены каким-то другим умом, какой-то другой мудростью. И Павел за это переживал. Змей пришел, предложил им путь, сказал, что я вам предлагаю хороший путь. И когда вы увидите, услышите это, примите это, как вооружение своей жизни, и вы увидите, как это благо. И когда мы видим или слышим какое-то умное изречение кого-то, когда мы видим умного кого-то, что мы не областились и не позволили его мудрым изречениям и словам, чтобы наш ум был поврежден, чтобы мы не были обмануты, чтобы мы не восхищались этой мудрости кого-то или чего-то. Понимаете? Вот почему многие люди ищут что-то. Ищут где-то что-то, познание. Но познание только дает Господь. Аллилуйя. И вот когда человек определил, что такое добро и что такое зло, он взирал на этого умного и сказал, это хорошая идея, я примутый на вооружение, я соглашаюсь с этим. И Ева вкусила и сказала, муж, возьми, попробуй. Это просто прекрасно. И у них открылись духовные глаза. На что они открылись глаза? У них открылись глаза на другой источник познания. И сейчас внутри нас есть вот это два определения. Есть у нас Господь, который определяет добро и зло, а есть наше собственное определение добро и зло. Между плоти и духом идет что? Война. Мы дальше будем говорить об этом. То есть это произошло, но когда Христос пришел и пошел на кресте, умер и воскрес, и Он сказал, что? Что Он сказал, когда Он воскрес? Он сказал, что дана Мне власть на небе и на земле. И вся мудрость, все благоразумия это только в Иисусе Христе. И когда мы уклоняемся от Иисуса Христа, когда мы отходим от Иисуса Христа в своих мыслях, в своих желаниях, в своих решениях, мы позволяем самим решать что-то без Него. А Христос сказал, Вы без Меня не можете делать ничего. Вы без Меня ничего не можете делать. Аллилуйя. Интересно. если ты следуешь за каким-то умом или за своим умом, за своими выводами, то ты сам себя определяешь, что хорошо и что плохо. А Бог сказал, что Я твой Господь и Бог. Нету другого Бога ни на небе, ни на земле. Не делайте себе никаких балов, как говорит Господь. Иной Бог это наша плоть, это наше собственное мнение, наше собственное понимание, Слово Божие, жизни. И когда там нету Духа Божьего, тогда наша плоть начинает торжествовать и действовать. И плоть противится Духу Святому. Псалом 81. Псалом 81. Давайте откроем на минуточку. 81 Псалом с первого стиха. Бог, став стонню богов, среди богов произнес суд. Доколе будете его судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному нищему, оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете как человеки и падете как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследишь все народы. Что здесь хочет сказать Господь? Когда мы судим, выносим приговор, осуждаем, мы становимся богами. И вот здесь говорит Господь, Бог стал в сон истинами богов. Почему люди сегодня не хотят слышать истину? Потому что у них свой Бог, свое понимание и представление жизни. И вот это мешает признать, что есть один Господь Бог на небе и один Господь Бог на земле, который дана ему вся власть. Он наполняет всю телевую алирую, он дал всему духу и жизни. Написано, Павел сказал, что Бог не нуждается в служении рук человеческих. Ему не нужно наше вот, он не нуждается, что мы будем ему служить, он самодостаточный Бог, он не нуждается, он не страдает, когда мы ему не служим. Многие думают, что если я буду ему служить, Бог будет страдать, Бог никогда не страдает за него. Он пришел один раз и пострадал на кресте и он воскрес, он восседан и он царствовал на небе, на земле. Помнишь, что сказал Иисус, когда фарисе сказали, запретить своим ученикам прославлять, славить Господа. Все дышащее дославит Бога. Все дышащее дославит Бога. Аллилуйя. И вот здесь он говорит, Бог стал славным богом, среди всех богов произнес свой суд. Он говорит, доколе будете судить неправедно, доколе будете оказывать битвоприятие нечестивым. Вот оно. То есть, когда человек оправдывает нечестивый и осуждает праведника, он является Богом, он определяет, что хорошо. Я думаю, что это хорошо оправдать нечестивый и осудит праведник. Это хорошо, я так решил. Человек так говорит. И он становится Богом, который решает, что хорошо, что плохо. Он сам себе так определил. Это не Бог определил. И дальше написано, Бог говорит, давайте суд бедному. Что такое бедник? Который нуждается, правильно или нет? То есть, что делаете? Не унижайте бедного. Не перевозносите его над другими. Аллилуйя. Не высокомудрствуйте. Сироте. Кто к сирота, который лишен отца? Который лишен любви. Сирота может быть и в первом смысле, и сирота есть духовные, если у него сироты есть, которые остались без отцов, без попечения Божьего, понимаете? Которые не находят в доме Божьем. Они лишили себя от любви отца. И здесь Бог говорит, Что Он говорит? Давайте суд бедному. То есть, не суд в том, что осуждаете, а разберитесь. Правильно ли вы поступаете против бедного? И правильно ли вы поступаете против этих сирот, которые лишены? Но Бог сказал, что я Бог вдов и сирот. Аллилуйя! Я их не оставлю. Но вы посягаете на мою позицию, говорит Господь. Вы посягаете на меня, чтобы вы хотите сказать, что мы решаем, Боже, без тебя. Кому оказать милость, кого осудить. И Бог говорит, что за то, что вы сделаете, вы Боги, но вы умрете, как человек. Аллилуйя! Дальше говорит интересно. Оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и строгайте его из руки нечестивых. То есть спасайте. Не пинайте ногою, не давите, а спасайте. Не знает, не разумеет, во тьме ходит. Кому он говорит, Господь? Он говорит, этим Богам. Вы являетесь с богами, но вы во тьме ходите. Вы не знаете, где вы. Вы обольщены своим превосковством, своей мудростью. Я сказал, это Бог говорит, вы Боги и сыны Всевышнего Всевышнего. Но вы умрете, как человек, и пойдете, как всякий из князей. Аллилуйя! То есть Бог свою славу никогда никому не отдаст. Кто возвышает себя, тот будет унижен. А кто унижен, он будет возвышен. Аллилуйя! Слава Богу! Это Господь говорит, да? У вас все нормально, вы слышите? Проблем нет, противопротивления нет. Слава Богу! Бог сказал, вы Боги, но вы умрете, как человек, потому что живете своей волей. То есть вы поступаете по своему желанию, по своей воле, не исполняете моей воли. Есть всеобщие человеческие ценности. Дом, семья, дети, здоровья, мирное небо, дружба. Это ценности все люди хотят. Никто из людей на земле не хочет быть убитым на войне. Никто из людей, которые живут на этой земле, не хочет быть больным, коллегой, хромым. Никто не хочет лишиться своей жены, мужа, детей, родителей своих. Никто не хочет потерять свое здоровье. Почему? Эту ценность дал Господь Бог. Это всем доступно и всем предложено. Хорошо, есть у всех такое ценности. Почему же в этом мире столько зла? Потому что мир лежит во зле. Потому что в этом мире много богов, которые определились для себя, что хорошо и что плохо. То есть у каждого человека свое определение добра и зла. Он для себя сам есть Бог. Когда человек стал уверен в чем-то и он определил, что такое добро и зло для него лично, он решил, да вот для меня это хорошо, а это плохо. И он что делает? Он создает тем самым для себя Бога, за которым он потом будет исследовать и говорить ему, вот это дает тебе желание, это будут твои желания, я исполню твои желания. но он лукавит. Это его желание самого. Он представил себе какого-то Бога и говорит, что а сейчас я буду тебе поклоняться, ты мне помоги. Римлян 5 глава в 19 стихе написано. Почему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Что такое грех? Когда говорю, что грех это не слушаться Бога, грех это когда ты воруешь, крадешь, убиваешь. Но если взять саму суть греха, что такое грех? Грех это определить для себя, что хорошо и что плохо. Быть независимым от Бога. Вот это грех. Чего чего был лишен Адам Адам был лишен общения с Богом. Правильно? Адам был мы читали из Эдемского сада. Адам был лишен от того, что был соединен с Господом. Что написано в Писании? Соединяйся с Господом, есть один дух с Господом. То есть одно сердце, одно желание, одни мысли, один дух. Правильно? Но когда человек решил, решает, что сам будет решать, что хорошо, что плохо, он что делает? Он себя отсоединяет и это приносит в то проклятие смерть. Что говорит смерть? Это отделение, разделение от Бога, разделение от источника жизни. Как сказал Господь Бог? Тот день, когда ты вкусишь от дерева познания добра и зла, ты смертью умрешь. То есть придет в твою жизнь смерть. Почему? Потому что Бог говорит, что нет других богов. Если один Господь Бог, Аллилуйя, и не делает для себя никаких богов. Исход 32 глава. И вот мы читаем, что сделал народ Божий. Он сделал себе Бога. Исход 32 глава с первого стиха. Исход 32 глава 1 стих. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с Годыр, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком с Моисеем, который выбил нас из земли Гибельской, не знаем, что сделать. То что сказал народ служителю Аарону? Аарон, сделай нам другого Бога. Мы не знаем с этим Богом, что произошло. Что происходит, когда человек верующий, который ходит в церковь, который верит в Иисуса Христа, который молится Богу, в его жизни приходит ответ, не лишается ситуации, что он делает? Он делает другого Бога. Он решает сам решить свою судьбу. Он решает сам поступить, чтобы быстро этот вопрос решить. Что он делает? Он делает другого Бога, потому что нет этого смирения, нет этого терпения и ожидания Господа. Почему народ не хотел ждать Моисея? Почему? Помните, когда Бог сказал народу, когда Бог сказал Моисею, Моисею, когда ты выберешь народ мой из Египта, это написано в 2 закон 5 главе, я хочу, чтобы народ поднялся ко мне на гору, ко мне туда лично. Но народ сказал, мы туда не поднимемся, мы боимся Бога. Моисея, ты поднимись, ты будешь нашим Богом, посредником, что тебе Бог скажет, ты нам скажи, и мы будем исполнять. И сегодня верующие, они для себя делают этих Богов, посредников. нету никого посредника между Богом и людьми, кроме одного человека Иисуса Христа. А что мы делаем, христиане? Делаем мы этого Иисуса Христа своим посредником? Или мы ищем других посредников? Вот они сделали другого Бога. И сказали, что Аарон сделал нам другого Бога. И вот смотрите, и сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги уших своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого телца и обдел его резцом. То есть он все форму сделал, все как положено, красиво сделал. Вот наш красивый Бог. Интересно это. И дальше что он сказал? И сказали они Вот Бог твой Израиль Интересно, да? Который выбил тебя из земли египетской. Фактически они от Бога не отреклись живого Бога. Они сказали, что просто в нашем понимании наш Бог вот такой должен быть. Вот в таком формате, в таком изображении вот такого вида. И он сказал Вот Бог твой маленький Бог. Израиль который вывел тебя из земли египетской. Увидев все Аарон поставил перед ним жертвенник. Аарон дальше пошел. Он сказал Молодцы. Давайте еще больше сделаем. Давайте сделаем жертвенник. Увидев это Аарон поставил жертвенник и провознатил Гаврилля. Завтра праздник Господу. А вы знаете слово праздник? Это встреча. То есть завтра будем встретиться с нашим Богом. Что такое жертвенник? Жертвенник это крест. Образно говоря. Что такое крест Иисуса Христа? Что сказал Иисус? Помните отверни себя возьми свой крест и следуй за мной. А вот это новым жертвенник говорит не надо себя отвергать не надо брать креста просто следуй за мной. И вот когда человек для себя делать какого-то Бога без всяких условий без всяких принципов просто иди за этим Богом и все будет хорошо и вот они это так сделали они сделали другой жертвенник другого Бога понимаете другие праздники другие постановления другие служения и сказали что вот наш Бог и мы будем поклоняться мы будем его славить потому что он нас выбил из земли египетской а это является ли правдой не является правдой то что они сделали это означает что это Бог нет конечно это иной Бог но не Бог и Бог сказал что не делайте перед всем никаких богов он же недавно дал заповеди помните на горе и вот что произошло дальше вы знаете что произошло да Моисе спустил с горы увидел там они кричат поют прыгают от радости и что сделал Господь гнев Божий назад излился на ней и умерло 23 тысяч человек когда человек делал себе другие богов приходит истребление духовная смерть и христиан думают люди когда ходят церковь думают что все хорошо будем дальше идти куда идти дальше просто приходить обмануть себя самого да не будет у тебя никаких богов когда человек сотворил себе бога то он за ним будет следовать если у тебя мышление не соответствует слову Божию и ты этим живешь ты будешь следовать за своими мыслями это будет твоим богом твоим представлением жизни твоим пониманием воли Божией человек который что-то знает он идет и хочет вести с собой других людей но надо спросить куда ты идешь помнишь что сказал Иисус слепой ведет слепого и куда упадут оба оба упадут в яму когда человек хочет за собой следовать людей он начинает искать методы как бы привлечь людей и чем больше у него последователей тем больше у него возвеличивания он удовлетворен он возвещает себя как бога и это страшная картина сколько у тебя людей в церкви у меня у тебя столько а у меня знаешь сколько людей знаете такие разговоры это не хорошие вещи это означает что ты делаешь с тебя богом вообще церковь кому принадлежит Иисус Христов у вас молится на языках нет а у нас молится у вас значит нет духа слова а кто это определил человек определил добро и зло вообще писатель написано что никто не может назвать Иисуса Господом без всякий кто призывает имя Господне принимает Святого Господа что он имеет духа слова в день покаяния день когда ты принял Христа поверил в Иисуса ты принял Иисуса Господом и Дух Святой вошел в тебя Аллилуйя и твое тело стало храмом духа слова какой у тебя дар у тебя нет даров а у мне есть дары вот оно определяет значит у тебя зло а у хорошо у тебя плохо у нас хорошо приходите к нам на церковь туда не ходите там плохо понимаете это что делает человек он определяет что хорошо что плохо Бог Бог только любит да ты не прав вообще Бог тоже наказывает понимаете эти споры определяют у тебя неправильное понимание ты не прав я прав но никто не хочет посмотреть что говорит Господь в своем слове священном писании и такими путями Бог создает внутри себя человек создает внутри себя своих богов незаметно им поклоняется оставить своем убеждении и эти убеждения утверждает в этом человека и этого человека тяжело переубедить почему потому что он уже себе сделал этого Бога понимаете без откровения свыше народ не обуздан и дух не может войти в это каменное сердце который убежден что я прав а другие неправы и дух 28 глава 1 2 стихи нашли книгу где написано хорошо языки 28 глава 1 2 стихи и было ко мне слово Господне сын человеческий скажи начальствующим в Тире так говорит Господь Бог за то что вознесло сердце твое и ты говоришь я Бог восседая наседалище Божьем в сердце морей и будучи человеком а не Богом ставишь ум твой наравне с умом Божьим когда человек свой ум ставит наравне умом Божьим он делает себя Богом он говорит я лучше знаю я все лучше понимаю что он делает он ставит себя наравне Богом написано написано что Бог гордым противится и смирен дает благодать аллилуйя когда человек сам определяет что правильно что неправильно и берет одно место писание говорит что это здесь это так написано Так должно быть. Но не смотрят другие места описания, где написано об этом же. Понимаете? Он определяет, что такое добро, что такое зло. Он становится божеством для себя. И поклоняется самому себе. И следует за своими убеждениями. И вот в седьмом стихе что написано? Смотри, что говорит дальше. Это же глава в седьмом стихе. Вот я приведу на тебя иноземцев, глютящих из народов. И они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости. И помрачат блеск твой. Не сбудут тебя в могилу. И умрешь в сердце морей смерти убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцей? Я Бог. Тогда как в руке поражающего тебя, ты будешь человек, а не Бог. Когда человек говорит, что я никогда не буду болеть. Я буду здоров, потому что я так питаюсь. Я так живу. У меня здорово в жизни. Я делаю физиатрику возле моря. Дышу воздухом, бегаю, занимаюсь спортом. Я никогда не буду болеть. Он себя делает что? Богу Бога. И приходит один из жизненных болезней. Говорит, ну если ты Бог, исстили себя. И что тебе такой человек? Умоляю, Господи, исстили себя. Правильно или нет? Или нет? Когда человек говорит, что я мудр, я все знаю. Приходит в жизни такая ситуация в жизни Христины. Он остается в тубике, не знает, как поступить. И Бог говорит, ну что? Ты мудрый? Бог ты? Сделай. Реши свои проблемы. Господи, я не мудрый. Я человек. Я не Бог. Помоги мне. В Мессале написано, да не хвалится мудрый своей мудростью. Да не хвалится богато своим богатством. Да не хвалится силный своей силой. Когда человек, я сильный, у меня есть здоровье, у меня все хорошо, я еще много могу еще сделать. Не опирайся на свои силы, не надейся на это. Не делай свои силы своим богом, потому что придет тот день, твоя сила оскудеет. И что ты будешь делать? Что сказал Давид? Господи, когда буду в старости, не оставляй меня, чтобы не оскудела сила моя. То есть, чтобы когда я буду старым, чтобы мне еще были силы жить для тебя. Аллилуйя. Аминь. И вот говорит Господь здесь. Вот когда придет твой убийца, что убивает христианина, как вы думаете? Грех убивает. Потом что бывает? Гордость убивает человека? Превозношение. То есть, я бог для себя. Он не говорит, что я бог, но его позиция, его мышление, его решение говорит, что я бог. Он это не говорит, что я бог, прямым текстом. Но он своим решением, своим пониманием жизни, своим поступком, он так определяет для себя. И приходит убийца. Духовный убийца. И что ты будешь делать перед этой убийцей? Ты смиришься перед Богом, и дальше будешь говорить, что я знаю, я лучше знаю, я лучше знаю. И это приносит разрушение. Мы своим познанием добра и зла, своим умом восстаем против Бога и не понимаем, что ударяемся от Него настолько далеко, что и даже не хотим возвратиться назад, когда Бог нас призывает к себе. И это сердце видит только Бог. Это происходит в сердце. Вышедший из Египта от 20 лет и выше, знающий добро и зло не увидит земли, о котором я клялся Авраам и Исааку Якову, потому что они не последовали мне. Я читаю из другого перевода, из еврейского перевода. В синодальном переводе убрали слово, знающий добро и зло. Но в оригинале это слово осталось. И дальше написано. Кроме холеба сына Илфынина, керезианина Иисуса сына Навина, потому что они последовали мне. Вот здесь интересное откровение. Народ вышел из Египта, но Бог сказал, что от 20 лет и выше, которые знали, что такое добро и зло сами по себе, они не войдут из земли обедованы. Что они говорили все время в искушении? Что они говорили? Нам лучше было где? Мы хотим кушать, мы хотим есть. Да, нам было хорошо там. То есть, Бог им давал ману, они были недовольны. Они не согласались с волей Божьей. Они говорят, нет, мы хотим мясо. Бог нам послал ману. Нет, мы не хотим это, что нам Бог посылает, мы с этим не согласны. Мы хотим другое. То есть, они изъявили свои воли и хотели последовать своей волю. И здесь Бог говорит, за то, что они не следовали за ману, и познали, что такое добро и зло, и сами определились, что такое добро и зло, они не войдут в обетованную землю. Аллилуйя. Интересно. Кроме Иисуса Навина и Халева. Почему? Потому что у них был другой дух. Какой дух? Божий дух, который не определяет, что такое добро и зло. Вы понимаете, о чем это говорит? Интересно, да, Писание? И второзаконный первый глава. Бог еще раз говорит. Второзаконный первый глава. 36 стиха. Книга Второзаконный, первый глава. 36 стиха. Только Халевсен и Эфонин увидят ее, то есть, обетованную землю. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда, то есть, Моисей. Моисей говорит, и за вас я тоже туда не вошел. И дальше говорится. Иисус Сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет Израиль во владение ее. То есть, Бог говорит, Моисей, Моисей, ты не войдешь, и народ не войдет, кроме двоих. Иисус Сын Навин и Халев войдут в землю обетованную. И дальше написано. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагов и сыновья ваших, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ее. То есть, ваши дети, которые не знают, что такое добро и зло, которые не определяют, что хорошее, что плохо, которые не объявили себя богами, которые не имели свое представление о жизни, огнея, которые последовало за мной, говорит Господь, они войдут в землю обетованную. Аллилуйя. Почему? Потому что они не знали, что такое добро и зло. Нам не нужно знать, что такое добро и зло. Самому себе. Не надо этого нам знать. Потому что этим самым мы определяем, что мы являемся самими богами. Мы решаем, что хорошо, что плохо. Без Бога. Это проклятие. Слава Иисусу. Они понимали, что это Бог определяет. Что такое добро и зло. Они понимали, что Бог определил свои пути, свои заповеди, ибо написано Словом Божиим. Хорошо, как Израиль проходил через пустыню? Столб остановился. Они остановились. И дети спрашивают, папа, а почему столб остановился? Сынок, потому что столб остановился. Господь остановился. И потом столб пошел. Они пошли, папа, почему столб ведет? Почему мы едем? Потому что столб ведет. Потом столб остановился на три дня. Папа, почему столб остановился на три дня? Потому что столб стоит на три дня. Мы тоже остановились. То есть, они не определяли. Дети, которые слышали это, они понимают. Значит, столб это Господь. Возиться от Святого Духа. Значит, нам не нужно обозрим быть самим. Собою. Мы кем-то ведомые. Понимаете? Мы, нас кто-то ведет. Или мы сами себя ведем куда-то. Или нас ведет Господь. Другого нет. Когда у нас правильное понимание Бога. Когда мы обращаемся к Слову Божьему. Когда мы соглашаемся с Словом Божьим. Говорим, что Господь, ты написал так? Я принимаю. Я не буду определять. Ты определяешь все. Или нет? Или мы будем определять? Он написал в своем Слове все. Нам не нужно писать свое Слово. Он написал. И нам нужно принимать Его Слово. Поименоваться Его. Сказать, Господь, я не буду определять, что правильно, что не прав. Ты сказал, Господь. Ты прав. Я не прав. И поэтому я хочу следовать за Тобою. А Годыч всегда говорит, нет, Господь. Ты написал, но я знаю другой путь. Я хочу по-другому поступить. Господи. Я сам знаю, что хорошо, что плохо. И когда человек следует за кем? За самим собою. А они, за то, что они следовали за Мой Годи Господь, они войдут в обитованную землю. И так они 40 лет учились различать добро и зло. Не познавать, а различать. Это разные вещи. Хорошо. Если Бог сказал, можем ли мы с ним спорить? Можем ли мы с ним соглашаться? Не можем. Можем ли мы рассуждать, что это неправильно? Нет. Мы можем противиться, да, сами по себе. Мы можем сказать, Господь, я с тобой несогласен, потому что у меня свое понимание. Жизни и вообще твоего слова. И Бог говорит, что хорошо. Делаем. Посмотрим, что будет дальше. И каждый человек так поступает. И Бог говорит, ну что? Что случилось дальше? Куда ты идешь дальше? Может, остановишься? Псалом 45 говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Бога, остановитесь, познайте меня. Евреям 5 глава. Давайте еще откроем до этого Лука 13 главу. Лука 13 глава. Лука 13 глава. С 25 стиха. Иван Иератухин, 13 глава, с 25 стиха. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не зная вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил нас ты. Но он скажет, говорю вам, не зная вас, откуда вы отойдете, от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаак, Иератуха и все пророков, и Царствие Божие о себе изгоняем и вон. И придут от востока и запада и севера и юга, и возлягут в Царствие Божие. Что? Почему так сказал Господь? Отойдите от меня все делатели. Когда человек сам определяет, что правильно, что хорошо, и не соглашается с Словом Божиим, он делает неправду. Он говорит, ты нас учил на нашей улице, мы с твоей проповеди слушали, мы твое слово читали, да, читали, да, слышали, но мы поступали по своему уму. И вы делали что? Неправды. Иисус это сказал. Вы сами решили быть для себя Богом. Вы не хотели иметь моей воли, вы хотели сами жить, как вы хотите, как поступать сами. И потому вы были лишены. Евреям 5 глава, 13 стиха. Евреям 5, 13 и 14. Всякий питание молоком не сведуешь в слове правду, потому что младенец. Твердая же пища свойственно совершенна, у которой чувства навыкам приучены, к развлечению, добра и зла. Не к познанию, а к развлечению. Познание – это совсем другое слово, а к развлечению – совсем другое слово. Кто такой младенец? Младенец служит, но еще остается в своем мнении. Есть такие младенцы в церкви, это нормально быть младенцем. Но когда младенец годом остается младенцем и не меняется, вот это проблема. Младенец должен что делать? Расти, питаться, быть зрелым или нет. Он уже не может стоять лет ходить с памперсом, извините меня. Это смешно. Сорок лет человек он ходит с памперсом. Он должен расти, укрепиться духовно или нет. Аминь? Но младенец в своем возрасте, в том возрасте, в котором младенец, он не сведуешь в правде, в слове правды, потому что младенец. Ему нужно только молоко слово. Бог тебя любит, все хорошо, за все будем молиться, держись. Это младенцы так говорят. А так нельзя говорить срок для человека. Бог тебя любит, а человек поступает по своему усмотрению. Да, меня Бог любит. Знаете, есть такие люди, я когда был на служении, мне было интересно было. Вот есть такие люди, которые попадали только на такие темы. Бог тебя любит, Бог тебя любит. И потом исчезали на целом месяце, на два месяца. Опять приходили, это же тема похоже. Бог благ тебе, Бог тебя не оставит. Вот эти люди, которые годами так ходят, и они говорят, да, Бог меня любит, все хорошо. Бог любит нас, аминь. Но младенцу это можно говорить. А зрелому же не нужно что делать. Говорить совсем другие вещи. Нельзя говорить человеку 50 лет в церкви, Бог тебя любит, все хорошо, держись. Бог благ, Бог милостив. А он поступает опять в своей жизни, опять идет против Бога. Поставит по своему уму. Тверда же пища свойственна совершенному, у которой чувства науком приучены к различным образам. Кто такие совершенные? Совершенные, это никто, который вообще не грешает, не согрешает, который ходит там, как ангел. Нет. Совершенные, которые научились различить, где добро, а где зло. Вот такие, кто такие совершенные. Помните, мы читали в Верхнем Завете, Израиль шел по пустыне, и те, которые не знали добра и зла, они вошли в землю, Абитомы и Сталимы поколения только вошли двое. Иисус с нами, и Халей. Почему? Они были совершенные, они различали, что такое добро, что такое зло. У них был иной дух. Аллилуйя. Дух Божий. Слава Богу. Написано же, различение добра и зла. Да, написано. Бытие 3 главы 5 стихе, змей сказал, вы будете сами знать добро и зло. Но мы здесь читаем, евреям, не знать добро и зло, а различать. А что это? Это совсем другая вещь, другое понимание. Что такое различать? Все, что написал Господь и сказал, это добро для нас. А все, что мы думаем по своему уму, это зло. Вот мы имеем плоские помышления. Например, Писание что-то говорит тебе, а ты говоришь, что так написано, а я думаю по-другому. А я решаю, что так должно быть. Это плоть решает, да? Это что? Это зло. И тебе нужно различить, где твои мысли, а где Божья мысль, где Божья воля, а где твоя воля. Где твое решение, а где Божье решение, понимаете? Где совет человеческий, который вводит тебя в ложь, а где совет Господень. Совет Господень состоится, то есть совет Господень принесет результат твоей жизни. И ты увидишь это славу Божию через совет Божий. А совет человеческий тебя ведет что? В погибель. В погибель ведет человек человеческий. Когда христианину совет и другому христианину делают против Слова Божия, это беда. Это проблема вообще. Не важно, какие мысли у тебя хорошие, плохие, если они противятся Слову Божьему, значит, его нужно отложить. У меня же благие намерения. Но благим намерением можно направиться не в Царство Божие. Собственно, мое понимание, это еще не добро. Иисус Господь, Он определяет, что такое добро и что такое зло. И те, кто совершенные, у них чувства, навыки приучены к различению этого добра и зла. Они знают, что добро только Господь. Благ только кто? Господь. Аллилуйя. Римлян 7, глава 18, мы читаем. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти мои добрые, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он ее, того не нахожу. Почему? Потому что я клянул своей плотью, своей мудростью, и поэтому я не вижу, что есть добро Господа. Аллилуйя. Вот о чем здесь говорит. Плоть появилась после того, как человек вкусил отдельно познание добра зла. Что такое плоть? Это человеческое мнение, это человеческая позиция, это собственное решение. Я так думаю, я так считаю, я так вижу, я так хочу. Это плоть, это зло. Это определение добра и зла. То есть я вижу, что это должно быть так, я вижу, что это должно быть так. Помните, что написано Исаием? Горе тем, которое зло называет добро, а добро называет злом. Тьму называют светом, свет называют тьмой. Это кто? Это и есть определение добра и зла. Человеческий решил сам. Бог говорит, что это добро, говорит, нет, Господь, это зло. Бог говорит, это зло, нет, Господь, это добро. Понимаете? Плод противится духу. Исаия, седьмая глава, 14-15 стихи, про Иисуса Христа написано. Мы всегда читаем 14 стих, когда Иисус родился, но 15 стих упускаем. Давайте посмотрим, что в 15 стихе написано. Седева в очередь переменит родился, да? И мы его читаем только когда Рождество. Давайте сейчас обратимся. Исаия, седьмая глава, 14-15 стихи, два стиха. Они с вами связаны, их нельзя разделить. Отложить даже. Исаия 7, 14-15. Итак, Сам Господь даст нам знамение все девово-черево примет родить сына и навлекать имя ему, имя, 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 имя. Мы читаем это место, когда Иисус родился, да? А вот 15-15 написано. А что дальше? Дальше он не жил, что ли? Жил. И давайте посмотрим, как Христос жил на земле. 15 стихи. Он будет питаться молоком и медом. Какое молоко? Слава Божьей. И мед, Слава Божьей. Для кого нужен мед? Хорошо, дальше пойдем. И дальше смотри. Он будет питаться молоком и медом. Почему? Доколе не будет. Разуметь. Отвергать худое и избирать доброе. Аллилуйя. Иисус так жил, чтобы отвергать худое и избирать доброе. Когда ему приходили и искушали, что он говорил? Ибо написано, он избирал доброе, написано, и отвергал худое. Когда Сатана его искушал, что он сказал? Если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни стали чем? Хребами. А что сказал Иисус? Да, ты правильно говоришь. Надо попробовать. Мы так бы поступили, наверное. Мы начали спорить с Сатаной. Пошел вон отсюда. Я тебя связываю, изгоняю во имя Иисуса. А здесь он говорит, ибо написано. Давайте восстаньте ему Словом Божьим. Написано. Что написано? Нехребом одним будешь жить человеком, но всяким словом исходящим Иисус Божий. Вот это добро он избрал Иисус. Он с Сатаной не спорил. Он на него не кричал. Не повелевал. Не сказал, что я тебя сейчас связываю. Он с ним ему не доказывал. Ты же неправильно просто говоришь. Вот так должно быть. Нет. Он сказал, написано. Он избрал доброе. Бог сказал? Все. Отвергай худое. Он мог бы сделать кармель и хлеба? Он мог бы сделать. Он Сын Божий. Но он понимал, где добро, а где зло. И написано, он питался молоком и медом для чего? Пока он не будет зрелым, чтобы отвергать худое и избирать доброе. И мы, младенцы, должны питаться молоком и медом Слово Божие. Вырасти, чтобы потом что делать? Избирать доброе и отвергать худое. Отвергать злое, отвергать худое, чтобы избирать доброе. Вы понимаете, о чем мы говорим, да? Вам понятно, да? Хорошо. Зло в нашей плоти, наше мнение, наше понимание, наши мысли, наше хотение, а добро только Господь. Когда юноша пришел к Иисусу, и Христо упал ногам и сказал, учите благи, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Иисус ответил, что же ты называешь меня благи? Благ только Бог. Почему так Иисус сказал? Раз бы Иисус не благ, раз бы Иисус не мил всем, Иисус мил всем, Иисус благ. Но Иисус разделил. Он был во плоти на земле, правильно? И мы же читали, доколе Он не будет отвергать худое и избирать доброе. Он всю славу обозвал кому? Отцу. Аллилуйя! Он сказал, я не благ, только Бог был. То есть, Он хотел этим сказать, что благость и добро только в Боге. Во плоти нету доброты. Он был во плоти, понимаете? по своим человеческим пониманиям у нас нету добра. Мы ни на что не гадные без Господа. Мы ничего не можем без Иисуса. А кто-то говорит, я могу. Можешь, если ты понимаешь, где добро, где зло. Если ты это не понимаешь, если ты не отвергаешь худое, не избираешь доброе, ты ничего не можешь сделать. Мы же читаем, из-за кем написано, ты сказал, что я буду наравне с Богом. И когда придет твои убийцы, помните, мы читали? Что ты скажешь тогда? Что ты скажешь, что ты Бог? Ты не скажешь, я человек, помогите мне, спасите меня. Слава Иисусу. Иисус на земле учился и показал нам пример, как нам избрать доброе и как нам отвергать худое. Аллилуйя. В Риме 8 главе в 3-м тихе написано, как закон ослаблен на плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобие плоти греховные в жертву за грех и осудил грех во плоти. Какой грех? Определение доброго и зла была осуждена на Голгофском кресте. Уже не надо нам это делать. И лучше этого не делать. Иоанна 5 глава 30 стих. Я ничего не могу творить сам от себя, говорит Христос. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищи моей воли, но воли пославши у меня отца. Я тебе задам вопрос, а чьи воли ты ищешь сегодня? Какой воли ты угождаешь? Иисус сказал, я ищу воли отца, я хочу гордить только отцу, а кому ты угождаешь? Чьи воли ты ищешь сегодня? Если ты сам от себя делаешь, это означает, ты определяешь только добро, только зло. Сам от тебя это зло. Сам от тебя это зло. И внутри нас идет борьба между Духом Божиим, который нам напоминает Слова Божие, и между плотью, которая решает сам решить все. Кто победит в этой борьбе? Кому ты дашь место? Какой Бог победит в твоей жизни? В Галантах 5 главе 16 веке написано, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять возделение плоти. Что такое по Буху? По Слову Божьему. Иисус сказал, слова, которые я вам говорю, суть Дух и Жизнь. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и Жизнь. И вопрос, как ты поступаешь сегодня? По Слову Божьему или по своей плоти, по своему собственному пониманию жизни? И когда человек так поступает по своему пониманию, он лишает тебя вечную жизнь, лишает тебя от Бога, лишается благодати Божьей. Плоть – это наш разум, это наше понимание жизни всего, и это нас приносит разрушение. Если в твоей жизни нет борьбы, значит, против тебя победил. Если ты не знаешь, такое борьба, то ты обманут врагом. В твоей жизни есть борьба постоянно. Кому ты даешь место? За кем ты идешь постоянно? за собою или за тем Богом, который тебя выбил из этого мира, дал тебе вечную жизнь. Аллилуйя. Исход 23 глава, в 2 стихе написано, не следуй за большинством. Если большинство говорит ура, не говори ура. Подумай, прежде всего сказать ура. Подумай хорошенько. Не следуй за большинством на зло и не лишай тяжбы, не лишай тяжбы, отступая по большинству от правды. Представляете? Там, где большинство, ты не наносишь нам добро. Иисуса, когда Иисус вошел в Иерусалим, что они говорили? Асана грядущим во имя Господне. А когда на крест вели, что сказали? Распни его. Большинство говорили Распни. То говорили Аллилуйя, то говорили Распни. И вот не следуй за большинством на зло. Не следуй. Потому что мы идем индивидуально за Богом. Или нет? Индивидуально. Большинство всегда неправда. Всегда зло особенно в этом мире. Потому что большинство в основном соединяется только по плоти. Их объединяет какие-то интересы. Помните, что Иерус соединился с Пилатом, чтобы убить Иисуса Христа. Читали это? Когда мы убиваем внутри себя Иисуса Христа, мы с кем-то соединились. Как мы можем убить Христа внутри себя? Заглушая Его Слово, не принимая Его в волю, не соглашаяся с Иисусом Христом. Есть люди, у которых Иисус там в темнице сидит, как запрещен. Ему не дают свободу выйти. запретили ему выходить, сами решать все без Господа. Говорят, что Господь, ты подожди, мы сами решим всю нашу жизнь, а ты подожди нас. Это происходит? Конечно, это печально. Но мы сегодня говорим о том, чтобы мы понимали, что же происходит. Есть одно истинное единство. Это церковь Иисуса Христа, которая соединилась с Иисусом Христом. Аллилуйя. 1 Яна, 1 глава, 7 стих написано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа ценно очищает нас от всякого греха. Бог есть свет. Если ходим во свете, Его Слово есть свет. Вот если мы ходим в Слове Божьем, то мы имеем общение друг с другом. Аллилуйя. Слово определило, что такое добро, а когда мы определяем, мы ходим во тьме. Помните Магоголе, тем, кто называет тьму светом и свет называет тьмой. То есть когда мы не ходим во свете, мы ходим во тьме, там нет третьего недавно. Или мы во свете ходим, или во тьме ходим. Нейтрала нет. А как мы можем ходить во тьме, когда мы сами говорим, вот так я так понимаю, вот так я хочу, так думаю, все. Это тьма. Мы сами определили все. А когда мы говорим, Господь, что говорит твое слово? Ибо написано же в твоем писании. А когда мы ходим во свете, не мы определяем Господи, а ты определяешь. Твое слово разделяет души, а духа и проникает во всей нашей внутренности. И говорит, вот что добро, Слово Божие, и вот что зло. Избирай. избирай добро, отвергай зло. А когда говорит, Господь, я верю, что твое слово истинно, но у меня есть своя позиция, у меня свое понимание, кроме твоего слова, тогда мы сам определяем, и мы во тьме. У нас нет общения тогда. У нас не получится общения, когда мы во тьме. Нам нужно прийти куда? К свету, правильно? Чтобы у нас очищает, кровь лица очищает там, есть свет, там, где Господь. Аллилуйя. Яков 3 глава, 14, 15 стихи. Послание Яков 3 глава, 14, 15 стихи. Сейчас пришло до местописания. Помните, когда Иисус сидел у колодца, пришла женщина самарянка? Что сказал Христос ему? Ей, дай мне попить воды. То есть у них пошел диалог. И потом что в конце оказалось? Что он сказал ей? Иди позови своего мужа. И что сказала она? У меня нет мужа. Вы понимаете, она просто искренне призналась. До этой встречи с Иисусом она определяла свою жизнь. С кем она будет жить, как она будет жить. И когда пришел тот, кто сказал, что это зло, избери добро, он сказал, Господи, у меня нет мужа. То есть то, что я делал до сегодняшнего, это не было зло, мое было. Мои представления жизни, мои решения, мои принципы. Я сейчас остался у разбитого корыта. Помоги господи. Вот это надо читать духовно, понимать. Если правда ты говоришь, у тебя было пять мужей, а тот с кем ты живешь, это не твой муж. Иисус сказал, я твой муж. Седьмой. Седьмой это число совершенств. Христос есть наш жених. Образ церкви. Мы его невеста. И Христос говорит, у тебя есть один жених, церковь моя. избирай себе других мужей, не определяй. Я определил для тебя, что есть хорошо, что плохо. Избери меня, будь моей невестой. Вы понимаете, это очень интересная вещь. Христос ее не осудил, Христос ее не проклял. Правильно? Христос сказал, у тебя было пять мужей, и шестой, который это не твой муж, я твой муж. Я тебе даю воду живую. который Бог определил, ты будешь жить. Но если ты будешь избирать добро, кого ты определил, ты умрешь. У тебя не будет жизни. Это не осуждение, это просто истина. Яков 3 глава, 14 стиха. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не льгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесцовская. Что здесь хотел нам сказать апостол Яков? Апостол Яков говорит, что посмотрите на плоды. Кто вам что говорит? Какая у вас мудрость? С какого источника вы пьете? Какой источник вас кормит? Он здесь говорит, что если у вас есть споры, зависть, превозношение, обижайте друг друга, угрызайте друг друга, съедайте друг друга, оскорбляйте друг друга. Это говорит о том, что у вас земная мудрость, не божья мудрость, земная, а она душевная, и бесцовская. Откуда же эта земная мудрость появилась? Эта земная мудрость появилась в бытие. Один умный сказал, Ева, попробуй, и ты будешь богом. Будете богами, Садамы. Умный предложил им, змеи, они попробовали, земную мудрость вкусили, стали богами. И все, что ты приобрел от этой земли, через интернет, через других людей, через какие-то книги, через какие-то источники, это все земное, это мудрость земная, она тебя не спасет. Если плоды, плодов нету. Если плодов нету, это земная мудрость. И дальше говорит Якоб, 16 стих, ибо где зависть и сводливость, там не устройство, и все худое, то есть все злое. И дальше говорит Маслоптики, но мудрость сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелитимерна, плод же правды в мире сеет у тех, которые хранят мир. И так есть мудрость сходящая свыше. Истина не передается через человека. Истина не передается от человека. Истина переходит от Бога. Мудрость сходит прямо от Бога. Но если какие-то посредники передают тебе мудрость, то задумайся, кто тебе говорит. Помните, когда Адам согрешил, пришел Господь, сказал, Адам, где ты? И Адам сказал, услышал голос твой в раю и умел, потому что я над. и что сказал Бог? Кто тебе сказал, что ты наг? Ачестят тебе вопрос. Кто тебе что сегодня говорит? Кого ты сегодня слушаешься? Хороший вопрос. Да. Кто тебе сегодня говорит? Чей голос ты слышишь? В моем сердце. Подумай внимательно. Если это уводит тебя от Христа, от путей Божьего, то задумайся, откуда ты идешь. Потому что пока есть время для тебя, подумай об этом внимательно. Я не знаю, как это слово, но это слово было кому-то здесь. Подумай внимательно. Кто тебе что говорит? Для кого ты открыт, доступен? Яна 16 глава, 13 стихе мы читаем. И Господь говорит, не волнуйся, я тебе помогу, но прийди ко мне, отдайся мне. Яна 16 глава, 13 стих говорит. 13 стих. Когда же придет он, дух истины, то он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Кто придет, дух истины, кто такой дух истины, это Бог. Это Божий дух придет. Истина приходит от кого? От самого Бога. И что здесь говорит Иисус? Он наставит вас на всякую истину. Не человек вас наставит, не твое определение добра и зла. Нет. Он определил все. Что такое истина? Истина это Господь. Это Его Слово. Аллилуйя. Истина говорит, что это добро, а это зло. Принимай добро, отвергай зло. Принимай мое, отвергай свое. Аллилуйя. Слава Иисусу. Другое место. 1 Иоанна 2 глава. Послание 1 Иоанна 2 глава 27 стих. Вы не утомились? Много мест читаем. 1 Иоанна 2 глава 27 стих. 1 Иоанна 2 глава 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, и у вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как сам Иосея помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывает. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что когда ты открыт для Господа Иисуса Христа обращаешься к Нему, не ищешь посредников в своей жизни, ищешь Бога, пребываешь в молитвом состоянии, ищешь Его лица в Слове Божьем, то тебе придет откровение священного Петерсиана, потому что в тебе есть Дух Святой. Дух Святого внутри тебя Согласен с ним или нет? Вы уверены, что в вас Дух Святой живет? Поверь, что Дух Святой внутри тебя живет. И тот Дух Святой, который в тебе есть, соединяет тебя с этим Духом Слова Божия, когда ты обращаешься к Слову Божию. И Дух Божий открывает Слово Божие тебе, чтобы ты, приняв это откровение Слово Божие, пребывал в этом откровении. Это есть истина. И пребывая в этом истине, следуешь за Господом. Аллилуйя. Смотрите, вы не имеете нужды, чтобы кто вас учил. О чем это говорит? Разве не нужны слушатели? Нужны. Но ты в первую очередь должен искать Его. Ты должен с нем строить правильное отношение. И когда ты начинаешь с ним строить отношение, ты приходишь на служение, и через слово ты слышишь ответ на твой вопрос. Ты получаешь откровенно твои вопросы. Ты получаешь наслаждения. Или когда ты во вне прославнения, ты слышишь, Бог тебе что-то говорит. Ты получаешь откровение, получаешь ответы, направление. Для чего? Чтобы следовать не за самим собою, а за Господом Иисусом Борисовым, не определяя самому добру и злу, а различая, что он сказал добру, принимая добру, и отвлекая то зло, которое он тебе указывает отвлекать. По плодам ты будешь знать, кто тебе что говорит. А сейчас этот вопрос задаю. Кто тебе что говорит? Ты по плодам будешь знать. Какие плоды приходят через то, что ты слышишь. Если это приходит покой, радость, любовь, то это истинно. Но если приходит паника, хаос, страх, смятение, разделение, то это не Бог тебе говорит. Псалом 118, 130 тебе написано. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Что? Пребывая в Слове Божье, мы получаем откровение. И от откровения Божьего Слова вразумляет простых. Кто такие простые, не умные, сами по себе, а смиренные, которые соглашаются с Водой Божьей. Не говори, что я так думаю. Нет. Это не те, которые мудры в своих глазах. Это те, которые, Господь, спасибо тебе. По простой степени принимают Слово Божье. Правильно или нет? Не споря с Богом, не противя с Богом, не противя с Богом Божьей. Вразумляет простых. Не умных, а простых. Это те, кто говорят, что, Господь, ты сказал, это истинно. Я с тобой соглашаюсь. Да будет воля твоя, а не моя воля, Господи. Да будет по слову твоему в моей жизни. Я это принимаю и благодарю тебя. Простые понимают, что только Бог, благ и добр. И они не познают добро и зло. Они это отвергают. И говорят, Господи, ты определил, что хорошо, что плохо, что свято, что чисто, что нечисто. Я это принимаю, Господь. Научи мне в этом жить. И такой человек будет благословен. Такой человек будет благословен, Господи. Аллилуйя. Слава Иисусу. И Господь Иисус Христос через апостола Павла говорит интересные слова. Это первое послание к Коринфянам. Первая глава. Как нам отсоединиться от этого определения добра и зла? Первый Коринфян, первая глава. 18 стих. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрые Божии при мудрых человеках. И немощные Божии сильнее человека. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти. Немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрых. И немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатные в мире, и натяженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась. Говорит Божий. Чтобы никакая плоть не говорила, что это добро, что это зло. Понимаете? И когда христианин, который может немощный, но он говорит, Господь, я Тебя славлю, я благодарю Тебя, и проходит свою тяжелую ситуацию, и люди, видящие это, говорят, как оно это проходит? Потому что он не определяет, что это добро, зло. Он говорит, Господь, Ты моя слава, Ты моя сила. И человек, проходя эти ситуации, говорит, Господь, слава Тебе. И мудрый, видит это, поражается. Потому что не мудрые, Божие, мудрее мудрого этого мира. Аллилуйя. Почему так Бог сделал? Потому что никто не хвалился перед Богом. Никто. Никто, ни один из нас. И вот последние стихи. От Него, и вы во Христе Иисусе, который сделал для вас перемудрость от Бога, праведностью и освящением и искупением, чтобы было, как написано, хвалящееся, хвались Господом. Аллилуйя. А чем ты хвалишься сегодня? Своей мудростью? Своей знанием, своей силой, что ты все знаешь, ты все познал, у тебя есть сил, у тебя есть все. И определяешь сам, что такое добро и зло. И Бог здесь говорит, что не хвались. Хвалиться только можно Господом, который я определил, что правильно и что неправильно. Еще одно местописание, и мы на этом закончим. Экклесиас 7 глава. Экклесиас 7 глава, 29 стих. Экклесиас 7, 7, 29. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помысли. Что нашел Экклесиас? Одно, что Бог создал человека правым. Правым это праведно. Когда Адам был сотворен, он был совершенным человеком, без всякого недостатка. Он был праведным, святым, он был соединен с Господом. Соединяющим с Господом есть один дух с Господом. Почему он был праведным? Потому что Бог праведен. И он был праведен в Господе. Правильно? Но когда пришли помыслы, познание добра и зла, я буду определять, что хорошо, что плохо. После этого он пустился. Он был отсоединен в праведности Божьей. Он лишился этой праведности. И написано, люди пустились во многие помыслы. То есть, только помыслы, в наше помышление. У нас какие помышления сегодня? Куда нас ведут наше помышление? Сотворили ли мы себе других богов? Самого себе, для себя. И следовали за этим богами, они нас переведут в погибель. И как мы начали? Не делайте себе никаких богов. Есть один Господь Бог на небе, и один Господь Бог на земле. Аллилуйя. Аминь? Аминь. Хорошо, давайте встанем, будем молиться за это. Господь, мы благодарим Тебя. Мы превозносим Твое святое именно на этом месте. Ты благ и милость. Тебе слава, честь, хвала и похлонение. Ты всемогущий, Господь Бог на небе, на земле. Нет других богов. Господи, пусть и у нас не будет никаких богов, потому что Ты один, Бог живой, сотворивший небо и землю. Да будем хвалить только Тобой, Господь. Не будем определять, что такое добро и зло. И уже Ты определил в Твоем слове. Ты же все утвердил и определил и сказал. Ибо написано, это и есть Твое добро, а то, что, Господь, наше, это зло. Но учи нас отферегать свое и принимать Твое. Тебе слава и хвала во веки веков, во имя Иисуса Христа. Аминь. Твое добро, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.